Буквально через пару месяцев после создания военно-патриотического клуба «Застава» состоялся первый поисковый выезд в Новгородскую область. Тогда подняли останки 28 советских десантников. Сегодня старожилы клуба могут с уверенностью сказать – это был самый запоминающийся опыт. За 25 лет подобных экспедиций было более 100, и большая работа проделывается до выезда. Это морально-этическое воспитание участников поискового отряда, возраст которых от 14 до 18 лет. Этика поисковика, она очень важна. И вот, наверное, уже последние лет 15, как мы уже работаем вот в этом направлении в том числе, то есть у нас дети, ни одного не было случая, чтобы кто-то как-то пренебрежительно высказался даже в адрес вот этих вот погибших воинов. То есть все достаточно такие с пониманием относятся. География экспедиции внушительная. Около ста регионов России, но большинство раскопок происходили в Новгородской области. Там хорошо налажено сотрудничество с местными поисковыми отрядами. Часто они работают как группа разведки. На новгородской земле, кстати, в 2015 году были найдены обломки самолета и останки знаменитого местного военного летчика, героя Советского Союза Василия Романенко. Мы торжественно захоронили его останки, а на следующий год уже было, вот как раз под 9 мая уже был тоже такой момент, что, значит, сделали уже камень. На въезде в Демянск, прямо перед Стеллой установило огромнейший знак, такой же желтый большой, что здесь захоронен Романенко Василий Сергеевич, там уничтоживший, там летчик был, уничтоживший там тысячу фашистов. За годы существования клуба было поднято более 2200 останков погибших солдат. В этом году экспедиция была запланирована на апрель, но коронавирус внес свои коррективы. Сейчас руководители клуба ориентируются на июль-август, но точной даты пока нет. Ребята готовы, а те, кто уже не в первый раз выезжает, так они вообще соскучились по такому выезду. Ну и, соответственно, мы как руководители тоже очень ждем, хотим, мечтаем, скажем так, об этом. Вот, готовы. Еще в планах на этот год – открытие своего музея. Как говорит руководитель клуба Владимир Ивлев, это будет нечто уникальное. Не просто экспозиция предметов, найденных на местах раскопок, а увлекательная экскурсия, которая непременно должна произвести впечатление на каждого, кто ее посетит. Предположительно, открытие состоится осенью. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.